К нашему эфиру присоединяется кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. Иван, доброе утро, рады приветствовать. Приветствуем вас. Доброе утро, студия, рад вас приветствовать и доброе утро, телезрители. Иван, скажите, пожалуйста, какова роль санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, в том упадческом положении российской медицины, которое можно сейчас наблюдать? В первую очередь санкционный режим он привел к тому, что российская экономика из профицитной превратилась в дефицитную. И, соответственно, для России, собственно, возникла задача, что они делают. Они занимаются войной либо другими сферами. Но Россия это страна, которая продемонстрировала, что у нее классическая такая себе KGB Thinking Economy, то есть экономика, которая в первую очередь думает о войне. Они как раз решили перейти на военные рельсы. Но переход на военные рельсы экономики означает, что вы жертвуете гражданским сектором. И вот Россия решила пожертвовать гражданским сектором своей экономики, чтобы заниматься войной. А поскольку санкции ограничили вот этот самый пирог экономики, так называемый, то на невоенной сферы особо там ничего и не осталось. И, соответственно, сейчас Россия, та ситуация, которая именится и не в образовании, и, по сути, во всех других, не связанных непосредственно с войной сферах, она на этом экономит. Вот и получается прямая роль санкций в том, что сейчас не хватает на лекарства. И, как правильно было сказано в сюжете, не вводились санкции на медицинские препараты. Но из-за того, что экономика уже не позволяет России покупать в достаточном количестве их на Западе, их нехватка очень даже проявляется в России. Иван, знаете, хотелось бы с вами сейчас плавно перейти к теме 13-го пакета санкций против Российской Федерации. Евросоюз уже начал обсуждение данного пакета санкций. Но говорят очень много тут внутренних неразберих, что ли, внутри Европейского Союза. Отмечается, что, конечно же, необходимо принимать меры в контексте того, что Российская Федерация обходит те самые санкции. Вообще, давайте первый базовый вопрос. Какие сейчас главные проблемы, вызовы перед Евросоюзом в контексте утверждения того самого 13-го пакета санкций? Какие есть внутренние противоречия, что ли? Как показала история, давайте так, между 11-м и 12-м пакетом было порядка полугода. То есть, поэтому это уже была демонстрация того, что то, что Европейский Союз мог сделать быстро, он это сделал в течение первых, грубо говоря, 10-ти пакетов. Дальнейшие пакеты мы видим, что это задержки. И каждый раз, когда называется срок, как сейчас называется, что давайте примем санкции 24 февраля 2024 года, мы видим, что не так просто это получается по той простой причине, что, опять-таки, то, что можно было просто сделать, это сделали. А остальные, скажем так, санкции, о которых все говорили, это и Росатом, в первую очередь, это и, ну, более сложная, конечно, это полная торговая эмбарго в отношениях России, они наталкиваются на противоречия, поскольку все еще достаточно большое количество, скажем так, российской экономики ориентированно на покупку товара в Европейском Союзе. Европа тоже сотрудничает с Россией. И, собственно, давайте так, первая половина прошлого года в основной тройке торговых партнеров России, да, Китай, конечно, был на первом месте, но на втором месте был Европейский Союз. Это означает, что все-таки определенные торговые процессы происходят, и поэтому Европа не готова идти на вот это самое торговое эмбарго. И, собственно, каждый раз, когда на уровне большой семерки возникает вопрос, а давайте, может быть, об этом поговорим, европейские страны говорят, нет, мы не можем. Поэтому здесь основной вызов и проблема, которая есть в Европе, это то, что определенная зависимость все еще сохраняется. Определенная и технологическая, когда мы говорим, моросатами, и, безусловно, о деньгах, которые зарабатывает Европа на торговле с Россией, отдельные страны Европы, которые зарабатывают эти деньги, и они не готовы, скажем так, жертвовать этими деньгами. И вот здесь объяснить европейским странам, которые все еще имеют эту зависимость, еще от нее можно избавиться, что, допустим, окей, давайте вернемся к Росатому, как, наверное, наиболее обсуждаемой теме. Есть американские компании, Вестанхаузен, другие, которые могут заменить Росатом. И когда говорили, что технологически это невозможно, вот я напомню, что Ровенская АЭС в Украине уже перешла на немецкое, ой, извиняюсь, американское Вестанхаузен топливо ядерное, то есть, в принципе, можно заменить. И главное, чтобы было политическое желание в Европе делать такую же замену, то есть, отказаться от российского ядерного топлива, перейти на американское, и тем самым сразу же можно будет избавиться от зависимости от Росатома и, соответственно, вводить его под санкции. Окей, тогда напрашивается довольно резонный вопрос. Чего ждать именно от 13-го пакета санкций, как вы считаете? На что сегодня готова пойти Европа для того, чтобы попытаться, как минимум, агрессию России свести до нуля экономическими методами? Самое простое, что можно сделать, это, конечно, расширить список физических и юридических лиц, которые подпадают под санкции. Благо, мы понимаем, что еще достаточно много людей, которые гипотетически могут оказаться в этих списках. Далее, все-таки следить за обхождением санкций, потому что уже и 11-й пакет был на это ориентирован, и 12-й еще больше продвинутся в вопросе ограничения обхождения. Можно вполне, скажем так, в 13-м пакете санкций обсудить, скажем так, вопросы контроля за требованиями, которые были введены, допустим, в 12-м. Напомню, что в 12-м пакете санкций содержался такой пункт, как необходимость в контрактах европейских компаний с любыми странами мира присутствие пункта о том, что товары, которые продаются и являются подсанкционными для России, не для перепродажи в Россию. Сейчас, возможно, все-таки, скажем так, введение проверок, выполнение этого пункта. То есть, да, пункт есть, насколько он выполняется. И вот здесь, возможно, тоже будут более жесткие требования, в смысле, что это не просто выносятся эти пункты в контракты, они также будут проверяться и будут не когда-то проверяться определенные сроки, допустим, там, два месяца после заключения контракта будет европейской комиссией проведена проверка, насколько этот пункт был выполнен. То есть, это как вариант. Дальше все-таки напомню, сколько европейских компонентов так либо иначе присутствует в российских ракетах, соответственно, ужесточение экспортного контроля за продажи этих компонентов во все страны мира. И, возможно, возможно, даже придется задуматься на Европейскому Союзу над тем, что, может быть, их продажа будет разрешена только, как Россия говорит, не дружественные страны про Европу, а, соответственно, Европа может смотреть, а кто же дружественные для России страны. И в эти страны, возможно, будет ограничение по продаже компонентов, которые используются в ракетостроении. Хотелось бы также обговорить с вами вот какой аспект. Появилась информация, что продолжаются дискуссии относительно планов создания нового фонда для военной поддержки. Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать как способ модернизации нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира. Скажите, пожалуйста, а в чем главная подоплека дискуссии относительно того самого нового фонда? В чем тут зерно, скажем так? Получается ситуация, когда страны, которые, как Венгрия, наиболее нашумевшие, всячески против того, чтобы Украине давали эту бомбель, говорят, что мы слишком много тратим на Украину. То есть, соответственно, некоторые европейские страны, и не только Венгрия, там сейчас со Словакии мы видим, какие сложности. Правда, надеюсь, что встреча премьеров ее исправит. Они говорят, что все-таки не надо так много тратить денег на Украину, надо заботиться и своими собственными проблемами. Но, знаете, уже все больше и больше сейчас появляется интересных материалов с начала даже этого года высказываний министра обороны Великобритании и уполномоченного за стройку Украины Пенни Притскер, что война, которая ведется против Украины, это не совсем против Украины, это против всего западного мира. И, соответственно, надо иметь философию отношения к этой войне и понимать, что эта война, собственно, затрагивает и в том числе Европейский Союз. Соответственно, Европейскому Союзу, когда они говорят о том, что надо создавать фонды для поддержки Украины, надо рассматривать это не как, ну, грубо говоря, деньги, которые они дают на Украину, а как инвестиции в свою собственную безопасность. Поскольку Украина ценой жизни своих солдат, по сути сейчас гарантирует безопасность Европейскому Союзу. Давайте смоделируем ситуацию, если, не дай бог, Россию удалось захватить Украину, что будет дальше, дальше не будет стоп, дальше будет война уже непосредственно с Европой. И вот про что сейчас пишут отдельные политики и в Великобритании, и в США, и, я надеюсь, и в Европе тоже голос на такие появляется. Собственно, Совет по внешней политике Германии тоже об этом говорил, о том, что вопрос войны России и Европы в случае поражения Украины, это не вопрос теории, это вопрос 6-10 лет. Соответственно, надо вернуться к этому пониманию и учитывать его при создании фонда на поддержку Украины, ибо это будет лучшая мотивация того, чтобы эти фонды были созданы. Иван, спасибо большое за оценку ситуации, спасибо за то, что поделились своим видением происходящего. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнепрактических исследований Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим. Спасибо. Спасибо.